итак приветствую всех мат пока сегодня у нас будет блять обзор живого пива вот и буду записывать на старую камеру потому что пиво целый литр я стараюсь все его выпить естественно это будет долго потому что я 05 литра кое-как полчаса укладывался вот пока заодно оцените видите как качество падает да вот это старая камера снимаю наивысшем качестве но только единственное 60 fps но еще больше занимает это особо ничего не даст вот так соответственно что у нас да у нас будет вот живое пиво хмельев темное нефильтрованное но это прочитаем разливное разливное разливали практически при мне с небольшой задержкой то есть у дата розлива 9 9 сентября я купил 10 значит не совсем при мне один день был вот это понимаете две недели вроде не срок годности потом прочитаем срок годности вот ну один чуть больше полтора дня где-то разливное пиво вот и так много пива я 2 лейса да взял сметанный лук рифленые и мясо на гриле обычные вот это по по 80 или по сколько грамм ну вот так тут написано масса нет эгэ и где блять масса нет эгэ смотри блять где-то смотри на ладно окей потом давайте начали сделаем так сказать блять улыбочку ахуё получилось сладо похуй да еще и камера старая блять чувствую там качество горяло ладно окей мы сюда блять не улыбочку пришли а деградировать правильно ведь вот ех ты бля 150 тысяч все никак не набирается я думал будет понедельник вторник или даже воскресенье то еще до них у я нет ну и хуй с ним я не спешу да я говорю мне на эти 150 принципе похуй но так сказать праздник для подписчиков я решил устроить чисто для подписчиков мне как бы лично мне похуй мне как бы просмотр они стабилизируются на каком-то да стабилизируется на каком-то моменте и блять просмотры особо никак от подписчиков не растут у меня могут у меня просмотры от от темы зависит до просмотра на видео они от подписчиков но подписчик тоже что-то за но это очень мало блять я у меня раньше было блять 50000 подписчиков у меня могло быть тоже 120 тысяч просмотров понимаете вот мат пока 80 грамм здесь написано сметание луки а здесь здесь тоже 80 грамм таким образом на 160 грамм чипсов но это практически как принялся одна штука немного конечно ладно ты соответственно вот пиво до хмелев литр стоит она где-то 120 рублей за литр рязань написано тут рязань резан темная темная редко до хмелев живое пиво нефильтрованное разливное разливное пиво на розлив 1950 год смешно звучит чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью это чрезмерно и бля так рпк хмелев производитель юридический адрес михайловска город рязань миха шоссе бля хмелев бархатная да прикиньте бархатная 39 алкоголя в общем-то не особо алкогольное слабо алкогольное пиво достаточно пиво пиво из которого живая дрожжевая культура не отфильтровывается остается напитки исключается процесс пастеризации поэтому она истинно живое допускается наличие дрожжевого осадка юг ты бля эффективность начального сустава в состав вода солод ячменный светлый концентрат из жженого солода вот так вот синомар синомар концентрат хмель дрожжи и все и все общем вот и все чуваки вот пищевая ценность 42 килокалория блять нихуя срок годности со дня налива трое суток при температуре то есть блять хорошо что я вообще пью трое суток у него блять срок годности тут 9 сентября может я попозднее ролик выложу то есть сейчас 11 сентября ночь то есть вот сейчас время какой да просто может может попозднее может не попозднее выложу чтобы вы понимали а то будут писать если я буду через день будут говорить ты старею пьешь не очень 11 сентября ночь такая ранняя ночь в спрытие упаковки продукт хранению не подлежит прикиньте то есть придется выбухать обязательно блять и так отлично живое темное не фильтрованное но это просто отлично блять по описанию а что по поэтому сейчас посмотрим пошел как у вас по моему сейчас посмотрим ну запах приятный вроде делал сейчас до предыдущие пил клинская причем это был недавно я его пил перед сном проснулся вот пью это пиво да и поэтому я помню какое дерьмо клинская я помню это вот так вот сейчас прям очень хорошо помню поэтому мне будет чем с чем сравнить ну запах неплохой чаще из кружки понюхаю потому что отверстие небольшое так у нас пока а темная нахуй да темная ебать так ебать нихуя не прозрачная не фильтрованная вообще непрозрачная еб ты бля так видите вообще непрозрачная моча такая так да окей окей бейби открываем мясо на гриле мясо на гриле бля ааа бля не факт что к этому хавчика кстати хватит но у меня приличные запасы хавчика в холодильнике я в кредит возьму да потому что у меня все расписано по обзорам я я так просто ем макарон и рис да вообще ну по жизни ну могу там котлеты купить редко иногда да еще чего-то вот а эти все вкусняшки меня расписаны по обзорам поэтому если я беру а ну я там как бы в кредит у меня так там не даст не до сдача хавчика для пивных обзоров пиво я больше закупил чем хавчик ну что блять как начинаешь считать конечно дорого все выходит это одно пиво не купить недорого да там с хавчиком там это это может хавчик может 80 рублей стоить то есть это может стоить 160 рублей одно пиво а ну по вкусу это блять чуть ли не класс какой-то о послевкусие охуенная приятная реально вот я тут почувствовал что такое чуть ли не первый раз вот реально сильно именно вот именно послевкусие понимаете вот именно четко-четко не просто что-то там прям вот четкой ну-ка еще раз не идет туда выдыхаешь через нос выдыхаешь воздух вот тогда вот на выдохе там где-то да вот это вот нельзя это солт ячмень я не знаю что дрожжи отлично да и очень и четко и она какой-то ну может это конечно предвзято наверно натуральная да то есть нет вообще ничего такого но это на предвзято потому что я знаю что тип натураль да давайте чипсов ну бил в общем-то дешево но это 120 60 05 тоже францискально 120 и так стоит чипсов ну чипсы заебись реально как шашлык мясо на грея реально прям там именно такая знаете она когда чуть-чуть еще подгоревшая да то есть очень похоже ну да там общем-то не дешево вкус ну пьется просто как квас знаете просто но это просто как квас то есть никого ощущение но это просто для ребенка понимаете ну да ребенку он не скажет пиво кислятина просто какой-то алкогольный класс ну не совсем вкус класса да понятно там классом кисловатый какой-то такой на но именно какой-то недостаточно нейтральный договор но я еще чипсом я сейчас после сна поэтому голодный заряд новости почитал я не приобщал 10 минут назад проснулся где-то я проснулся часа там час-два назад вот так ну два на чипсы не скажешь парень супер вкусные на вот именно этот вкус вот прям он реально такой блять я вот именно это мясо нагрели ну я могу сказать это то есть во первых с клинским сравнивать вообще не стоит да клинская это такое говно я выпил уже на сколько я уже выпил грамм 300 вот я говорил на насыщение рецепторов штамм идет блять горечь до открытия начали от ну вроде ничего тогда но потом горечь пошла концу и запах я стал различать просто вонищу отвечая просто просто не мог нюхать да то есть знаете как ты пришел в квартиру пиратом говном воняет но начали но не сильно да начали зашел трое так нюхаешь так что-то блять воняет да так непонятно да а потом как бы принюхался разнюхался понял что это говно и потом уже когда уже блять нюхаешь тоже блять просто это говно нюхаешь и уже противно вот спил также то есть я когда его разнюхал это клинская я понял что-то реально говно блять вот этот мухой да кисловатый немного пахнет но никакой противности немного кисловата кисловата Ну и алкогольность небольшая, да, 4 градуса, там 3,9, пониженная алкогольность. Не, ну блюдо реально приятное. Ну, это, конечно, оно супер вкусное, но оно приятное как-то. Горечи пока что вообще никакой нет. Может потом, что-то погодя будет, да, насыщение, он произойдет рецепторов. А кажется, оно весьма нейтральное. Да, то ли это, за то, что оно такое темное, хуйня. По идее, я раньше думал, да, темное, это более крепкое пиво. Хотя бы по вкусу, да, это нихуя, то есть никакой ни горечи, ни сильного вкуса нету. Сейчас вот еще попробуем. Вкус достаточно слабый такой, как бы квас. Ну не прям слабый, да, как бы, ну че в темном, но не сильный. Вкус реально не пивной. Может, потому что там у меня ассоциируется пивной вкус, это, блядь, светлое пиво, я хуйня. Это просто не пиво. Если бы мне дали это, да, с закрытыми глазами, раньше особенно, да, я бы сказал, блядь, это непонятно. Это квас, наверное, я бы сказал. Бюджет этого, это, блядь, 200 рублей где-то. Вы, суки, не донатите, блядь. Хорошо, вот заказывают у меня ролики. Это, можно сказать, в том числе за их счет, да, там, Марина, там еще вот кое-что заказали. То есть, я считаю, эти деньги оттуда хуярю вот на более, ну, скажем так, это дает мотивацию, да, больше покупать, потому что чувствуешь, что как-то все-таки как-то это сходится, баланс, да, потому что, ну, это большие все-таки деньги в итоге. Я, знаете, обзоры пиво уже тысячи рублей тратил. Ну, не то, что тысячи, но несколько тысяч уже потратил, я думаю. С ютуба там вообще с того канала это, блядь, пиздец. Три рубля, блядь. Чисто, чтобы стать экспертом и для фан. Не, вкусно, наверное, по силе, он именно, вот именно идеал, да, то есть, именно по силе. Он мне слабый, он мне сильный. Потому что пиво, он сильный вкус, наверное, и будет горечь, по идее. Это же все-таки, блядь, не лимонад буратино, нахуй, и не, блядь, сок какой-нибудь сладкий, да. Это пиво. Я вообще думаю, может быть, еще так совпало, что я сейчас сладкое не ем, да, редко очень. И поэтому, может, мне пиво становится нравиться более-менее, да. Ну, не то, что я его хочу, но, тем не менее, я его могу легко пить. Именно вот из-за того, что я сейчас сладкое не ем, может быть. То есть, вкусы меняются, да, да. Пиво, 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 пиво. Пиво, 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 пиво. Пиво, пиво, пиво. Пиво, пиво. Ну, чай, конечно, уже никакого вкусняка не будет, потому что оно и так было, но... Хотя, нет, вот есть, да, вот есть, да. Вот приятный аромат. Вот я не знаю, что это хмель или что-то. Напишите в комментах. Такой приятненький, давай. Вот реально он приятный. Я не говорю, что он охуенно вкусный, как там икра, да, там как сок какой-нибудь апельсиновый, да, прям такой вкусный. Но он реально приятный такой. Типа, ну, это вот мята, да. Но он не как мята, но мята, вот что такое, да. То есть она не сладкая, не вкусная, но приятная, да. Да, у этого есть после вкуса реально приятная прям. Вот так. Ну, ладно, иди сюда. Пиздец, я сейчас набухаюсь, я хуею. Я уже пьяненький, а я выпил только. Хуй знает, я мало еще выпил. Сейчас продолжим пить, мне даже интересно, что будет, когда я больше выпью, да, в том плане, что, ну, не появится ли горечи, не появится ли желание вылить пиво, хотя пока что вообще-то. Потому что клинское я его еле, мне просто не хотел смонтировать видео, блядь. Потому что, ну, там уж-то, блядь. Я бы реально вылил, вылил клинское после того, как я выпил полбутылки. Бутылки, блядь. Да, вот запах чувствую, приятный запах. Вот клинское, ну, блядь, ну, от вечера, вонище, блядь, вонище, нахуй, ебать. Какая-то химикатная, понимаете, химикатная. Очень легко пьется, вообще, он не уберет, а. Ну, как Влад Савельев, он залпом, да, пьет, это, я считаю, неправильно на самом деле. Потому что, выпив залп, ты не можешь им наслаждаться, ты пьешь залпом, чтобы просто опьянеть, это глупо, я считаю. Да, ну, пиво, блядь. Скорее всего, он даже лучше, что я пил. Даже вот я пил, я говорил, да, уже не раз, что. В ресторанах пили по 500 рублей. Вот с Виджилимком, лично, да, он свидетель. Собственно, он, блин, может сказать, меня испаивал, да, как бы. Там, блядь, хуйня, вот я пил, ну, вот год назад мы с ним, ну, меньше там, да. Несколько раз ходили, то ли у меня изменились вкусы, тогда я еще сладкое ел, сейчас я сладкое не ел. Я, хуйня, ну, да, вообще, у меня это горькое было, э, я вот пил там какой-то Гиннесс, да, реально такой тип разливной, блядь, там, ну, по 500, по 300 рублей, там, сколько. А он у меня был, да, горьким, э, неприятным. Сто ли изменились вкусы, я хуйня. Да, не хочу просто бежать в тот же самый ресторан, да, тратить деньги, чтобы, ну, как, понять, изменились ли у меня вкусы. Ну, со временем, может, получится это сделать, но мне не хочется вот сейчас срываться с места, блядь. Хорошо, еще ищешься. Нормальный, это же пьяница такой, да? Так, ну за вас, друзья, за фанов. Да, приятный очень вкус. Я вот так вот ловлю себя на мысли, что реально, ты вот пьешь, 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 да? Никакого негатива, скорее позитив. Не сильный, но позитив. Я это не считаю алкоголем, про алкоголь я еще не говорю. Именно по вкусу, по вкусовым я считаю это самое важное. Вот, так что, что я до этого пил, да, всегда вот эти вот гинасы даже. Самый негатив был. Да, чуваки, после такого пива, действительно, обычное баночное, да, моча. Ну, эти чипсы похуже. Хотя, может, и нет. Классический вкус, комитарный лук. Ну, я сейчас уже наелся, да, потому что я тупо, вот, все, нормально. Я же не очень адекватен. Я не голодный, парень. Бля, ну жирую. Аж сопля в стекла. Да. Да, пиво, конечно. Я специально постараюсь, да, уже, кстати, не так новое осталось, на самом деле. Вот я ни хуя себе литр, блядь, пиво ебанул. Специально постараюсь сразу все выпить по двум причинам. Первое. Без обзора не так интересно пить, да, потому что я говорю, я не бух хиш, да. То есть, я не бухаю за кадром. Я бухаю только ради обзора. Поэтому за кадром неинтересно пить. Во-вторых, ну, опять же, его хранить, типа, нельзя, да. Даже полдня если оно постоит, типа, видимо, не очень хорошо. Ой, ну хорошо, хорошо, что я вот сейчас не ограничен временем, так пиздато, да, я могу так присесть, потому что с этой камерой, конечно, да. Ой, хорошо. Да, чипсы под пиво, это такое, хорошо. Да ты просто чипсы ешь, да, например, на улице купил, подкрепиться, это не так пиздато. На улице вообще хуёло, потому что ты идешь пешком, понимаете. Здесь я сижу, расслабил члены, так сказать. Да, хуёло, пиво дожжай, потому что оно закончится. Прямо как в музей хочется отнести, прям. Пиво, конечно, заебись. Не, ну, по сути, оно стоит 60 рублей 0,5, да, по сути. Это дешевое пиво. Ну, недорогое было, наверное, не фриское за 45 лет. М-м-м. Аж сопля потекла. Натуру, блядь, продукт, фули. Вот я уже, по сути, да, выпил. 0,5 точно выпил. И, то есть, клинское вчера я кое-как допил, да. И было горьким, да, я говорил, под конец там уже и горькое, блядь, и хуйня вообще. Знаете, я выпил уже 100 пудов 0,5. И как бы вообще, блядь, я говорил, вот это насыщение рецепторов. Нету его насыщения, значит, натур, продукт, наверное. Я точно помню, в вечеринку сидели, да, в ресторане, алибабали, как там, около Кремля, короче. Я вот пил, вот он 0,5, да, покупал. Домакция просто была 2 за 1. Ну, дорогой сам пиво, это уже было после кризиса. Мы и до кризиса встречаемся, и после кризиса. Ну, в декабре, наверное, был где-то. Или в январе, или в феврале, я не помню. А еще, помнишь, я его пил, но был горьким, изначально, причем даже, сразу горьким. А под конец, так уж тем более, я его, помню, пил, но не хотел спить, наверное. Это я уже пил второй 0,5, и зеро проблем, понимаете. Да, вообще, обычный футбольчик какой пиздатый, да, знаете. Чемпионат мира какой-нибудь, бля, летом, да, чтобы наша сборная играет, блядь. Какой-нибудь в Голландии и тащит, понимаете. Да, вот это, бля, быдлый кайф. Реально, отвечаю. Вот это пиво, конечно, реально, да, заебись. Прямо всего того, что я пил, это реально охуенно. Это для... Ну, его проблема в чем, да, две проблемы. Первая, хранить долго нельзя, это проблема для магазина. И для тебя проблема, ты его купил, а если ты его не выпил, то все. Вот. И вторая проблема, что такое разливное пиво, оно не везде продается, да, вот я... Как бы, ну, не везде, грубо говоря. То есть за ним либо ехать надо, если тебе не повезло, что у тебя рядом с домом есть точка, да, к примеру. Или ты не знаешь эту точку, может, как бы где-то есть. Ну, я просто не алкаш, да, парень, меня точно все не знают. Я, как бы, занялся, да, этой темой, но, как бы, есть супермаркет недалеко, да, грубо говоря. Что в нем вижу, то покупаю. Да. Очень правильно, пиво очень натуральное. И даже вот, вот я нюхаю, да, вот какого в Клинском, да, вначале разнюхался, вначале вроде не так плохо, но потом хуйня. Ну, вообще, ну, я нюхаю, да, и норм, понимаете, норм, блядь. Вообще норм. Интересно, какое-нибудь жигулевское разливное такое же, блядь, пиздатые, нет. Я не знаю, что, например, в 85-м году в СССР Ахмелев тут точно пива не было. Советские алкаши, да, они ходили вот в эту бочку с пивом, такую, бля, круглую, кто знает, желтую, полуприцеп. И что, там такое же было пиво. Потом я создам пиво на масс. Пиво на масс, охуящее пиво. Пиво на масс. Труд пива. Майя. 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 Да не хочешь я бы откончался? Никакой горечи. Вот, блядь, я вот уже выпил на 3 четверти литра. Я вот говорю, насыщение... Видимо насыщение рецепторов это имеет просто только тр*** пьёшь. Т.е. но не сильное тр***, а слабое тр*** и встепенно рецепторы тр***ом забиваются и... У тебя вот это вот идёт, а? Вот вот я говорил, горечь появляется. Вот выпил да? два-три четверти, никакого, бля, горечи, никакого запаха, вонючего. Бля, бля, и оно не особо, оно как бы халун, там как бы халун, да, оно достаточно давно, бля, стоят в холодильнике, да, не надо такой холодный винтарь, ой, бля, 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 лес, сопля костей хвалай, бля, 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 Подъебись. Так, бля. Причем особо не пьяннее, короче, то есть, блядь, так чтоб хлам, короче, не хуя, так все надо опить, короче, просто дела еще ждут, короче, поэтому не хочется долго этим заниматься. Спасибо. Спасибо. Да, хуя не пью ее. Да, вижу я на свой живот, ебать. Нет, вообще выпил, да, практически уже литр. Ни хуя, никакой вы еще ничего нет. Отличный запах. Чувствую же, как бицуха наливается, короче. 42 калории, блядь, на 100 грамм это 420 калорий на литр. То есть, 420 калорий, это не считая вот этих людей. 510, так, 510, 80, на 2, на 1,5, 700, короче, тут калорий, даже 750, даже больше. Ну, пусть 750, и тут 420, то есть, 1100 калорий, 1100, даже 1200 калорий, вот это вот 1200 калорий. То есть, у тебя такой завтрак легкий, у батья, как у качка, блядь. 1200 калорий, батья. Нормально, опьянение ее. Допиваю. Да, все-таки это сильно опьянение, в общем-то. Такого с 0,5, конечно, нет. То есть, сейчас за руль это вообще не вариант, то есть, за руль ты просто, ты с удовольствием в стоп въедешь и с удовольствием просто, понимаете, будешь смеяться над этим. Все типа, а заебись, стоп въехал, эй, мазбака. Допивай литр пива, и никакой горечи, никакого отвращения, ничего, блядь. Понимаешь, значит, надолпродукт, ебать. Слушай, чуваки, ну ебать, конечно. Разрыв шаблона, ебать. Не, в принципе, ничего, да, волшебного нету, но... Не, в принципе, сгореться. И, в принципе, сгореться мая. Выберяем так, что нисленами в трубе кольцом, амбарной пиво кольцом. В стопе. Продолжение следует... Это, бля... Заебись. Все, чуваки. Нормально выпил, да? То есть свеженький, как огурчик, да? Пьяный, конечно, но... Охуенно пиво, да? То есть... Вообще ничего нету, бля... Горького ничего, бля... Пьешь вообще как младенец, блядь. Да... Да, пока что вот это лучшее пиво. Я не говорю, что оно-то прям охуенное, да, прям... Такое, что прям... Ну... Очень приятно, то есть... Не знаю даже. То есть кто это пиво пьет, он даже его алкашом-то нельзя, наверное, назвать. Я выпил литр. Разве я алкаши, бать? Нет же. Ну вот. Охуенный, конечно, продукт. Просто без варика, да? То есть... Если мы берем какой-нибудь там Хайрюген, да, там... Там непонятно, там... Ну просто пиво, да? То есть... Непонятно в общем. То тут, блядь... Сто пудов, да, уверенно, что оно весьма приятное, да? Я не говорю, что... Ну, мне кажется, пиво даже вот... Ну самое сверхдорогое за пять тысяч долларов даже, да? Оно не будет каким-то, да? Потому что это пиво, блядь. Есть рецептура пива, блядь. О! Ну, заебись, конечно. Если бы я был алкашом, я бы пил это пиво. Но я только на обзор делаю, да? То есть я вот, ну, как бы, выпил, но мне понравилось. Но я его не буду покупать вот за кадром, да, как бы. Не, если, конечно, какая-то будет пьянка, да, к примеру, и будет возможность его купить, да, можно купить. Ну, просто я, как бы, за кадром не пью, но в принципе, да, то есть покупаясь, то есть, ну, это шестьдесят рублей за 0,5, да, как бы, это гораздо лучше, вот, вообще всего, да, даже францисканер, да, то есть, ну... Мне кажется, что это все газировка, понимаете? Газировка какая-то. А это вот просто напиток, да, без газа. Ну, тут газ какой-то есть, но минимально, в общем. Теперь я понимаю, да, я просто не разбирался. То есть, в принципе, пиво, да, в принципе, это, ну, это как алкогольный квас, да, то есть вот есть квас, напиток, да, натуральный, обратите внимание, не кока-кола, да, вот эта газировка ебучая, да, не бепси, блядь, не фанта, а вот именно квас натуральный продукт. И вот есть квас, это квас, это безалкогольный, то есть там, ну, минимальный какой-то алкоголист, но минимальный. А вот пиво, да, вот тру пиво, это как квас, только алкогольный. Чуть другой вкус, да? Вот что такое пиво, я думаю, это пиво и есть, как бы. То есть это, это никакая не газировка, вот это вот все газировка, понимаете? Это газировка. А реальное пиво, это не газировка, это вот как квас, только алкогольный. Вот. То есть хмель, это просто как бы, чтобы алкоголь был. Ну, да, я думаю, это в Моровинде вот такое вот, блядь, делали, да? Вот это вот был натуральный, да, как бы, страф. А, блядь, вот это МФС вот какой-то, это вот это все, понимаете, это не натурально, вот это все, блядь, кока-кола, блядь, вот эта хуйня, блядь. Нормально, нормально, тогда, чуваки, что-то, блядь, даже хочется. Как выкинуть все, что в холодильнике есть, вот это вот все. Ну, сделаю так, как бы, дебать это, я считаю, ради вас, блядь. Ой, блядь. Нормально. Ну, в принципе, вот я вам скажу, да, помните, я говорил, что с двух банок улетишь. Вот я выпил как бы две банки, да, литр, и... Да, я пьянее, конечно, чем с 0,5, но в принципе я не взюзю, да, то есть я не взюзю. Вот, я достаточно сильно пьяный, но я не взюзю. То есть с трех, с полтора литра, не знаю, может быть, и взюзю, может... Ну, опять же, это время, да, время идет, как бы, почки работают, типа. Вот. Ну, в принципе, не взюзю, да, как бы, прилично пьяный, ну, прилично пьяный, прилично пьяный, но не взюзю. Так, ну, опять же, в принципе, да, вот, чисто ради вкуса не стоит, да, я уже много раз говорил, что пиво это, как бы, вот, ну, по жизни, да, вот, если нужно, это, ну, какой-то должен быть смысл, да, либо, там, устал, да. Да, там, не знаю, после работы крестьянской, да, то есть все заебало, то есть вот выпить пиво, может, там, улететь, грубо говоря, да, легкий наркотик. То есть вот, по сути, наркотик, это сто пудов наркотик, вот, ну, легкий, да, либо, там, с бабой, да, то есть, но это должен быть смысл, это не просто так, что купил и выпил, да, это не просто, не нужно вот так вот. Я вот, у меня смысл, да, это для обзора, то есть я просто так это пиво не куплю, понимаете, для обзора, или, может быть, да, для встречи, ну, как бы, встречи с друзьями, там, не знаю, тоже так, в общем. Ну, стоит, наверное, да, ну, тоже, блядь, это пьянство, это, конечно, хуйня на самом деле. Ну, вот, я чувствую уже, да, вот, протестил эти все пивасы и чувствую уже, что алкоголик, это когда все-таки для тебя, наверное, главное напиться, да, неважно какими, то есть алкоголиков денег немного, потому что они алкоголики, и им напиться подешево, да, там, одеколончику ебнуть, вот. А когда ты вот напиваешься таким напитком, то это уже не алкоголизм, в общем, это главная грамота, да, не просто так, это, как я сказал, да, как это в привычку вошло каждый день, да, то есть после работы, к примеру. Нет, так вот нельзя ни в коем случае, то есть это должно быть, грубо говоря, по праздникам, да, по событиям каким-то, то есть, вот, просто так, конечно, нельзя ни в коем случае. Это бред, понимаете, вот, например, ты приходишь после школы, ну, после школы у вас денег нет, ты приходишь после работы, к примеру, да, и каждый день пьешь пиво и расслабляешься, идешь спать пьяным, ну, то есть, ну, это бред, понимаете. Это пустая трата времени, пустая трата жизни. Ну, ладно, все, чуваки, давайте, покедуем. Продолжение следует...